Время виски, господа! И сегодня мы с вами обсудим такой замечательный экземпляр, как виски Сандари Ройал. Японский виски. Второй на моем канале. Ну а для тех, кто первый раз зашел сюда, пожалуйста, подписывайтесь, ведь мы сегодня и завтра будем обсуждать виски. И не только бленды, но и уважаемые, достопочтимые, односолодовые. Лучшее, что есть в мире виски. Обязательно, обязательно мы поговорим и о Маккалане, и об Эрфелде будет, и Глен Фиддик. Лаговулин, куда ж без него, 16-летний. Глен Ливи, Талискер. Да-да-да, Охинтошен, Синглтон. Можно будет поговорить о Бурбонах, о ржаных виски. Конечно же, можно будет и Беллс обсудить. В принципе, Джеймисон, он слишком уж популярный, обходить его стороной не имею права. Ну и, конечно же, конечно же, Джек Дэниелс, всеми любимый и уважаемый. Ну что ж, приступим. Вот такая вот, не похожая абсолютно ни на какие другие бутылочка. Замечательное, прекрасное, уникальное оформление. Ничего подобного я в мире виски не видел. Это первый экземпляр, такой вот прямоугольной формы. Да, это очертание бутылки, оно отсылает, ну, к синтаистскому храму, или там, инцукусима какая-то есть. Это святилище на воде. Так называемое ритуальное ворота Тории. Ну, это один из самых узнаваемых символов страны восходящего солнца. Символизирует мир духов. Незримая граница. Уху, духи. Япония. Как-то таинственно. Но не суть. Вот такая вот бутылочка, такая пробка интересная, уникальная. Пробка толще, чем у всех остальных экземпляров, которые бы мне попадались вообще из корей. Ну что ж. Пожалуй, стоит и налить. О цвете рассуждать здесь или не рассуждать, дело ваше. На этикетке не написано, что он подкрашен. Утверждать я не берусь. Может быть подкрашен, может быть не подкрашен. Ну, кто его знает. Вот посмотрите, судите сами. С этой бутылочкой я уже, конечно же, посидел. И ни раз, и ни два. И одна серия сменяла другую. А виски мне нравится все больше и больше. И забегая вперед, скажу-ка я вам прямо вот так вот сразу сейчас. Очень и очень достойный виски. Мне он довольно-таки понравился. Знаете, когда я решил записать этот обзор, и в поисках я не обнаружил ни одного русскоязычного видео про этот виски. Так что я буду первый. Даже в книге Доминика Роскроу «1001 виски», самая полная энциклопедия виски, как она называется, не сказано об этом виске ровным словом практически ничего. За тем единственным исключением про хибики было написано 12-летнее. И маленькое упоминание о «Ройл», лишь было сказано, что этот виски для европейского рынка кажется ровным. Что этим хотел сказать автор, для меня не ясно. Компания «Сантри» основала винокурню в 1923 году. Влажный климат, покатые холмы, родниковые воды. «Синзиратори» посчитал эту местность идеальной для приготовления японского виски. И несмотря на то, что родиной напитка все-таки принято считать Шотландию, ну или Ирландию, тут уже спорить можно бесконечно, японские виски очень высоко котируются в мире. И компания «Сантри» принадлежит очень много шотландских и не только брендов виски. Ну что ж, перейдем непосредственно к дегустации. Что именно я почувствовал в первую очередь? Вот как только наливаешь, и первое, что бросается в нос, это ликерно-конфетные тона. Даже если бы мне сказали, что это за напиток, давай, продегустируй, угадай. Я бы однозначно сказал, что это ликер. Ну никак не виски. Слишком уж он сладкий, приторный. На виски совершенно не похож. И лишь позже выдает завуалированный запах бочки. Среди прочих ароматов, кстати, кто бы мог подумать, мне удалось почувствовать виноград «Изабелла». 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 «Во вкусе» чувствуется, именно во вкусе. Да-да-да. Именно во вкусе чувствуется, что это именно виски. И что он выдержан достаточно долго. Чем дольше он стоит, тем больше чувствуется аромат бочки. Не деревяшки, не плинтуса в негативном смысле, как многие говорят, а благородный, сбалансированный аромат. И чувствуется, что выдерживался этот напиток достаточно долго. Мне даже почудилось сходство со спейсайдом. Именно с спейсайдом, выдержанным в хересных бочках. Когда я читал энциклопедию виски про хибики, было написано, что этот виски... Нет, про этот виски не было, ничего не написано. Было написано про хибики, они выдерживаются в бочках из послевового ликера. И, скорее всего, вот эта ликерная составляющая, она не просто вот мне, да, кажется, что он такой, а думаю, что и здесь тоже было что-то, что-то намешано в нем, такое ликерное. Хорош ли он? Да. Да, чертовски хорош. Превосходный виски. Он однозначно лучше. Black Label. Но ликерная составляющая на любителя. Мне понравилось. А лучше он Black Label, потому что зерновая основа чувствуется здесь намного, намного меньше. Заплатил бы ли я то, сколько за него реально просят? Нет. Однозначно нет. А в некоторых магазинах он стоит по 4 тысячи, по 4 с половиной тысячи. не стоит он того. А своих, там полторы тысячи он стоит безусловно. Отличный виски. За что я люблю виски? Виски он не надоедает. Виски, вот смотрите, сколько здесь осталось. Здесь осталось вот так вот. То есть, больше половины бутылки. Уже выпито. и мне хочется его пить. Он классный. Он очень и очень достойный. Тот же коньяк, он надоедает быстрее гораздо. Полбутылки ты не можешь выпить. Естественно, я сейчас говорю не за один раз, разумеется. То есть, за вечер, я считаю, нормальная порция это пара вот таких вот драмчиков. Ну, три максимума. Больше не стоит, потому что уже будет негатив, отторжение и нехорошо будет. Этот виски, можно сказать, что он приторный, но почему-то это не умаляет его достоинства. Это идет ему в плюс. Кто-то скажет, что этот виски понравится девушкам. Но давайте будем откровенно честны. Девушкам вообще не нравится никакие крепкие спиртные напитки. И тут уж ликерный он, значит, девчачий. Да ничего подобного. Большая редкость, когда девушка любит какой-то крепкий алкоголь. Его нужно распробовать. Многие мужчины это не могут пить. Крепкий алкоголь. Ну что ж, благодарю вас за просмотр. Впереди, я надеюсь, очень-очень много интересного. Всем спасибо. Пока.